всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру за монако в суперлиги в пес 21 продолжается у нас второй круг уже суперлиги 2 нашего второго дивизиона суперлиги идем середине таблицы на тринадцатом месте плюс-минус скачем с 10 на 14 вот в этом промежутке надеюсь что здесь останемся все-таки именно такая задача перед нами ставилась руководством перед сезоном в комментариях мне дают совет чтобы я менял стиль команды по ходу встречи например из контроля мяча переходил в контратаки и наоборот но друзья ведь тогда команда моя мои футболисты которые выходят на поле будут дольше осваивать что тот стиль что другой но с другой стороны опять же можно попробовать особенно когда нас сильно давит прессингом переходить на игру на контратаках мне кажется что это реально может нас спасти вот ну будем пробовать я не знаю вот как начнет милан сейчас посмотрим у них ребич манджукич кастельеху впереди мальдини под ними атакующий полузащитник 69 всего лишь рейтинг кисье тональные опорники очень хорошие по скиллам до романьоли киэр киаэр дало тэрнандес татар в общем солидный состав у милана очень солидный вообще непонятно почему же они достаточно низко находятся в турнирной таблице у нас выходят диата фолланд якобс головин чуамини комара мауаса павлович и десоси дебе и нюбель надеюсь вот этот вот вот эта форма зеленая стрелка вверх у страхи не она нам поможет обороняться достойно вот ну форму нужно только поменять и можно приступать к матчу ну как то так светлые против темных идеально различаемся погнали домашний стадион монако как всегда заполнен до отказа а как всегда болельщики ждут побед от нас ну и я вижу что милан начинает активно в прессинг идти давайте попробуем поменять стиль вот прямо сейчас на контратаке нормальный такой момент сразу у милана контратаку и не контратаку и все равно получишь так себе игру cdb прорывается вперед передача классная на фолланда но здесь открывание немца было зачет вообще зачетная фолланд пенальти бы заработал было бы красиво cdb подача чем и не не взял подбор головин стонали пытается разобраться тяжело и отдает передачу в аут угловой наших ворот это всегда опасно да лот с ним разыграли главное пенальти не заработать мяч все еще удало то диата налетел как же здорово милан поджимает а не дает нам выйти че мини на якобса дальше десоси якобс кевин фолланд на фланг открывается там еще и головин поддерживает атаку идиота тоже диата нарушение правил александр головин твой выход надо забивать много шансов по такому матчу ждать не приходится кьяер датский защитник нарушил правила нет здесь очень далеко 32 метра хотя давайте попробуем пробить все равно почему бы не попробовать даем и здорово летела но из-за того что далеко голкипер конечно же справился почти в самую девятку накрывается манджукич но милан продолжает атаковать концовка тайма очень 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 непростая для монако ну вроде отбились 0-0 пока друзья в первом тайме но неплохо играем пытаемся выскакивать контратаке эти но по статистике все примерно так же как и всегда до моментов мало пока замен пока делать тоже не буду тринка выйдет на минуте 60 заброс на головина головин успевает отдать как почему не в касание во первых удар во вторых даже не в касание там были пустые ворота но без вратаря защитник был именно защитники спас ничего себе фолланд передача чу мини удар по воротам мимо ну вот моменты пошли я не знаю как там не забил диата я без понятия вообще и как же это блин обидно что он не забил желсон мартин штринкао и сеск нет не сеск наверное все таки жан лукас вместо чью мини уставшего жан лукас и какую передачу на тринкао выдает тринкао фолланд не ну друзья я думаю вы заметили что на контратаках в этом матче про причем против милана да нас много что получается особенно во втором тайме но не можем реализовать вот чем проблема головин жан лукас передачи головину здорово желсон мартинш фолланд желсон мартинш нет удара головин пытается мальдини обыграть не вышло тринкао и фолланд разыгрывают опять тринкао уходит удар вдаль угол как же тринкао опять хорош вышел и сразу начал обострять атака за атакой через него именно жан лукас передержал немножко мяч передачи на сиди б тринкао сиди б снова на тринкао португалец просто так тащит нас просто талантище тут идеальный подкат от защитника его остановил 10 минут еще играть мы играем лучше милана создаем больше моментов но не можем забить головин классно желсон мартинш ну я не знаю что еще нужно сделать чтобы забить в этом матче я просто не понимаю сколько нам нужно еще моментов оливье жиру появляется у милана на концовку как же головин разрезал всю оборону сейчас а какая же была красота тринкао головин нет минута добавлена сейчас будет свисток и 0-0 очень обидно и 0-0 потому что этот матч мы должны были забирать кучи моментов штанга не забили в пустые вратарь тащил особенно второй тайм мне очень понравился но 0-0 и на контратаках действительно мы здорово сыграли татарушану лучший игрок матча 7 5 оценка другие результаты 31 тура супер лиги 2 и мы на 13 месте 11 побед 10 ничьих 10 поражений никак я не могу вывернуться так чтобы побед было больше чем ничьих и поражений ну сейчас на единичку больше но примерно все равно все равно одинаково интерлейб циклаццо у нас там тройка лидеров аталанта байер вольсбург преследует и так следующий матч у нас против рб за альсбурга состав у них послабее чем у многих наших соперников они внизу таблицы у нас вроде как супер лиги 2 тем не менее все равно недооценивать нельзя команду диата фолан тринка у нас старте в атаке головинка мавинга подними комара в опорке филиппе жонатан страхиня павлович и боди ашире гелар оборона лекомт вратарь поехали опять же смотрим как начнется матч и от того уже отталкиваемся на контрак на контр-атаках играть или в контроль ясно на контр-атаках зайсбург тоже придет вперед значит мы переходим на контры здорово мы на контрах поиграли 1-0 зальсбург открывает счет причем братский гол мусорный я так называю этот момент ну посмотрите комара уже отобрал мяч потом споткнулся своего же игрока ну и мяч отскочил естественно к сопернику который не простил 1-0 тринкао да что ж такое у тебя то почему не летит ну наверное потому что у него стрелка оранжевая вниз такие он у нас обычно забивал конечно здорово разыграли камовинга здесь отдал передачу в темп удар в дальний и вратарь потащил ай-яй-яй ай-яй-яй вроде перебрасывал голкипера не тут то было у фонда не получилось исполнить а выход был чистый один на один между прочим камовинга передача фолланду опять фолланд на головина дальше диата но нет пас неудачный головин классное подключение опять тащит голкипер соперника диата отличный был момент хорошая подача тринкао с углового или пижонатан здорово отобрал головин передача на камовингу обратно головину головин нет фола нет фола как я хотел заработать штрафное сейчас но либо пройти на финте ни то ни другое мы не увидели ну а здесь диата как можно было не попасть но я не понимаю насколько вам нужно еще моментов господа вот сейчас у нас появилась игра вот сейчас мы играем лучше соперников играли лучше милана играем лучше зальцбурга но не забиваем моментов создаем просто тьму первый тайм 01 проигрываем вот как один удар мусорный гол зальцбурга да уж попробуем замены буду желсон маркин причем направо пойдет а ну сеск фабрегас в этот раз выйдет вместо головина зальцбург начинает фалить баладу сносят далековато тут для удара но попробую я за фабрегаса что нам остается надо сравнивать счет но нет ну да расстояние дает о себе знать и мимо ворот да ну естественно майрон буаду прорвался пробил перекидывал голкипера но опять же не хватает точности да что такое не везет и как с этим бороться ну конечно 2-0 второй момент у зальцбурга второй гол у нас там 10 моментов ни одного гола обожаю пес обожаю легенду вот самое обидное поражение это когда ты вроде играешь лучше ты это видишь ты это чувствуешь но при этом проигрываешь и даже здесь буаду не забивает и третий гол летает наши ворота прекрасно просто прекрасно вообще не по игре на счет на табло еще один момент воду не реализует да что же они творят-то на контратаках как были ком-то не удалили удалили у нас нет замен если что ребят а что нам игрока придется ставить по моему не в пес впервые в истории такое ну и дико мавинга стань на ворота что я могу сказать вот это чет новенькая конечно такого реально еще не бывало у нас за все карьеры полевой игрок встал на ворота да крутотенюшка я не пойму друзья мои нападающие что вам еще нужно чтобы забить сколько моментов здесь было сколько не сосчитать мы точно наиграли на парочку голов минимум мавинга но с передачами то у него все в порядке как раз тут проблем не будет выйти из-под прессинга диата опускают диата ну хоть один гол ну я просто в шоке хотя бы от разгрома ушли но друзья сколько было моментов сколько было шансов забить наверное один из самых лучших матчей с точки зрения рисунка игры с точки зрения создания моментов в исполнении монако но по результату 1 3 посмотрите на эту статистику просто посмотрите 11 ударов 9 створ когда такое было у нас вообще другие результаты тура на ваших экранах 32 уже закончился зенит вон лейпцигу проиграл другому редбулу мы на тринадцатом по-прежнему следующий тур наверное будет ничья да скорее всего так фолланд травмирован ли ком-то дисквалифицирован но это мы в курсе да это мы знаем нюбель будет играть дальше у нас копенгаген диата буду якобс в атаке фабрега скамовинга комара полузащита оборона мауаса павлович десосе сиди б вратарь нюбель разумеется ждем возвращения фолланда буду конечно совсем не впечатлил в прошлом матче столько моментов было и не забил вообще копенгаген играет тоже по схеме 4 3 3 только у них три полузащитника в линию расположены но опять же по составу мы лучше надо побеждать опять же глянем как соперник начнет этот матч от обороны или от атаки а вот эти от обороны значит оставляем контроль меча ничего не меняем камовинга браво дожидается якобса якобс камовинга дальше сэск классная передача в касание воду диата разыгрывали но опять же стенка не прошла очень опасный момент там скидка была справились павлович диата майрон году открывается и вроде нашел коридор нашел зону но не смог туда отдать передачу диата ноль-ноль первый тайм ну я бы не сказал что у нас много чего выходит ноль ударов да вот тебе и контроль меча я чувствую что можем что-то создать и может быть в этом матче как раз таки залетит так ну хорошо желсон мартинш например головин нет давай чо мини например и пока все окей попробуем головина еще выпустить так последние минуты у нас 10 минут осталось головин наконец-то выше моментов у ворот соперника нет что-то с этим нужно делать комара головин александр одного проходит передача на майра на воду майран чо мини подключался но к сожалению майран не смог исполнить передачу в эту зону да уж вот этот матч довольно таки грустный в отличие от двух предыдущих там были моменты но не было голов почти здесь моментов нет и нет голов правда и не пропускаем при этом головин двоих прошел идет дальше а в сайт был бы все равно этот раз я не стал бить хотел отдать передачу помните я в прошлых сериях проходил так за головина и потом бил поворотом и часто это было не точно здесь вот решился на пас но зря наверное надо было долбить поворотом 0-0 да что за серия я не понимаю ноль ударов вообще я тут потею как не знаю кто и ничего не выходит другие результаты 33 тура да уж мы там наверно опустили сейчас нет все так и держимся на 13 месте ну я же говорил 11 побед 11 ничейных результатов 11 поражений ох это пес ох это пес так ли ком-то видимо не на один матч у нас дисквалифицирован да ну фолан хотя бы восстановился или ком там заинтересован юнион берлин ну конечно же я откажу наш любимый бешиктаж дальше и здесь я настроил формы чтобы они наконец-таки различались так фон возвращается диата тринкао ух сеск в какой форме ох чо мини в какой форме посмотрите посмотрите на них якобы сжал сан-мартин шибоаду готовы будут выйти усилить игру может быть головин еще выйдет комара комара в плохой форме зато но давайте может быть чо мини тогда в опорную поставим а сюда же она лукаса можно так сыграть филиппе жонатан давай в запас тогда ну и все пожалуй в таком составе выходим акцент на оборону чо мини опять смотрим как там будет играть бешиктаж в атаку в оборону от этого отталкиваемся я уже не знаю что делать ну правда но первый сезон вот он вечно такой мучительный я надеюсь со второго у нас пойдет получше ага ну понятно хорошо переходим на игру на контратаках так аккуратно не убить давай чтобы от твоей спины в ворота мяч не отскакивал здорово начинает бешиктаж я напомню что эта команда обыграла нас и в кубке и в чемпионате и никак не получается взять у турков реванш диата нет накрывается его удар здорово разобрался вроде как защитником этого было недостаточно мауаса подача срезал мяч по моему опять диата тринкау отбирает мяч с жаном лукасом на фланг перекрыт фабрегас жан-лукас фабрегас жан-лукас фабрегас и сэск не забивает разыграли здорово довели до удара опасного но гола нет ну не шевелятся просто не шевелятся мои игроки такое ощущение что сейчас стик сломаю на геймпаде чтобы вот защитника именно направить к игроку соперника чтобы он отбирал мяч это грубый фолл контратака была классная у монако тринкау снесли но не будет ни желтой ничего да а ведь тринкау вырывался на оперативный простор ну ладно давайте попробуем за фабрегаса исполнить да сэск сэск фабрегас ну наконец-то со штрафного хотя бы так хотя бы так вот в притирочку со штанги вот это я понимаю наконец-то дождались забитого мяча от сэска ну и продолжаем играть на контратаках какая передача удар в касание что творит бешептаж один один не могу справляться с такими атаками объясню с какими когда идет передача внутрь штрафной и защитник за спиной мой оказывается на легенде соперник бот очень здорово разворачивается и бьет без шансов практически всегда для голкипера по сути если такая передача проходит то это уже ну 90 процентов гол один один первый тайм но опять же ну ладно здесь хотя бы равна игра как мы легко пропускаем от меня тревожит так ну пошли освежать игру желсон мартин майрон году и александр головин все-таки ну где то до 21 как же был сконцентрирован на стике сейчас чтобы прям попасть в дальний угол и попал все таки диата но надо отметить передачу конечно с эско фабрегасы заброс верхом очень точно очень удобный для приема крепен диата снова выводит монако вперед у фабрегаса гол плюс пас шикарно самое главное реализовали самое главное реализовали майрон году не дотягивается до мяча увы цеск если бы попал пропустил мяч вовремя как раз после этого оказался под правой рабочий этот самый мяч направляю в девятку не хочу но не немножко не попал испанец но и так великолепный матч ветерана монако ветерана футбола конечно же две минуты добавлено время заканчивается неужели получится одолеть бешиктаж наконец-то наконец-то с третьей попытки только без привозов только тут все 2-1 именно опять счет 2-1 только уже в пользу монако фабрегас герой матча безусловно опять же другие результаты тридцать четвертого тура и 11 место сразу но 5 очков до милана очень далеко сложно будет десятку войти теперь задача наверное на одиннадцатому держаться как-то лекомт все еще дисквалифицирован жесть так сбора на месяце наших нет тринкао выработал новый навык камовинга от штрафной до штрафной ну наконец-то долго же он этот игровой стиль осваивал агилар плюс один нюбель плюс один неплохо неплохо реал соседат хочет фабрегаса не отдам фабрегаса в испанию тем более реал соседат нас не участвует суперлигах так что нет до свидания ну после такого матча конечно посыпались предложения обводка двойным касанием вот это вот я использую заголовина очень здорово получается камовинга примерно в той же в тех же зонах играет у нас в середине поля поэтому ему этот финт тоже пригодится 45 дней аж понадобится изучать но ничего я помню в первом круге с лацу у нас такой огненный был матч очень много ударов по нашим воротам но вратари тащили сейчас я думаю будет не проще ну что дебют камовинги с именно стилем от штрафной до штрафной посмотрим как он будет подключаться вперед надеюсь тринкао ему будет отдавать передачи или головин или фоллантом посмотрим как эти треугольники у нас будут взаимодействовать ну что ж поехали опять же смотрим на начало матча там уже адаптируем стиль игры очень непростая серия но хотя бы уже не без побед хотя бы бешиктаж одолели смотрим на лацу они нейтрально начинают ну и мы тогда ничего менять не будем пока что хорош комовинга отработал в обороне как раз таки головин диата головин ставит корпус александр идет дальше передача тринкао португалец разворачивается cdb еще один замах снова тринкао нука он примерно отсюда у нас уже забивал накрыли его удар теперь в этот раз не позволили повторить красоту и перекладина начинается начинается тринкао попадает в перекладину очень здорово разыграли опять же головин разогнал атаку и финт прошел и пас прошел но гола опять нет и здесь не точный удар головина опять проходит тот же самый финт под названием обводка двойным касанием ну в пес он так называется ну где же реализация ребята камовинга прекрасно но дальше только простреливать можно было первый тайм по нулям удары были только со стороны монако но ни одного удара створ слабый удар очень от фолланда с правой ноги потому что это что за волейбол был ну ладно хоть обошлось опять ошибка в центре поля опять небрежная передача от одного из наших полузащитников и опять приходится с трудом отбирать мяч камовинга и куда и куда отобрал куда отдал диата тоже отобрал идет сам по флангу придется разворачиваться зарабатывать нарушения там все равно перспективы нет развивать эту атаку чомини вместо камовинги майрон буаду вместо фолланда все-таки ну и желсон мартин все-таки вместо диата капитан вот кто у нас марипан только если в таком составе браво нюбель тут я поторопился не следовало с разворота отдавать конечно тринкао опять тороплюсь хочется в атаку быстрее выйти пока футболисты лацио не вернулись последние минуты опять головин на чомини майрон теперь пепе рейна потащил не штанги дек вратарь мауаса с трудом обрабатывает мяч желсон мартинш мауаса немного не разобрались желсон нет фола и конец матча ничья ноль ноль вы знаете друзья вот в некоторых матчах редко такое пока в этой карьере у меня команда прям летает по полю а в большинстве своем приходится прям заставлять игроков бежать вот с некоторой задержкой они реагируют на мои действия и конечно это так угнетает потому что блин ну реально борешься не с соперником а со своей командой с палками в колеса которые тебе вставляет игра можно сказать 35 тур динамо киев 3-0 зенит 2-0 ничего себе молодцы какие да ну а мы на одиннадцатом да 12 побед 12 ничьих лиль в 4 баллах от нас брюки бенфика могут нас нагнать зенит кстати тоже можем улететь на 14 быстренько глянем таблицу первой суперлиги ну вот пассажир вырывается на первое место реал преследует бавария и мю неподалеку атлетико тоже ливерпуль челси тоже недалеко напали уже наверное первое место никак не достанет сколько тут им осталось играть то 26 плюс 7 на 33 еще пять туров до 5 туров и чувствую я либо пассажиры в мадридский реал выиграет суперлигу интересно интересно ну шахтер и порту мы знаем что они уже давно на вылет хотя шахтер подтянулся имеет шансы спастись рома теперь уже вылетает вместе с ними ну ли он там в опасности а якс уже наверное точно обезопасил себя бомбардиры здесь салах и холланд все-таки месси третий азар ливандовские криштиану за ними а бамиянг и агуэро с кейном месивой то еще я говорю здесь в гонке бомбардиров тоже ассистенты кимих никого не подпускает а у нас что по голам и ассистентам илмаз а у нас илмаз 24 забил иммобиле 21 гол причем эти ребята в матче с монако с нами ничем не отличаются практически странно да запата из-за таланта алька сервили реала ларио дзюба 12 азмун 11 молодцы ассистенты арнольд 10 или чич 9 мири и забит сыр тоже по 9 голевых есть ли наши наших нет ну что ж друзья увидимся в следующей серии там зенит брюки динамо загреб вроде соперники которых надо обыгрывать но я напомню в санкт-петербурге зенит нас просто размазал тогда дубль дзюба и 3-0 отлетели мы такое бывает не забывайте про лайки и комментарии и всем пока